Всем привет, это канал Железной Магистрали, меня зовут Олег Васильев. Продолжаем исследовать интересные пригородные маршруты и в ближайшие дни на канале выйдет несколько сюжетов, снятых на Донецкой железной дороге. В первом обзоре я расскажу о поездке по маршруту Лисичанск-Попасно-Северск-Бахмут. И также большое спасибо зрителям канала Владимиру и Евгению за помощь в съемках этого сюжета. Сеть фирменных магазинов Днепроэм стала еще больше. Теперь к вашим услугам 300 салонов по всей Украине. Вас ждут 300 бонусов на покупку от 1500 гривен, скидки 15% на покупку от 2000 гривен и 25% на сумму от 6000 гривен. Под минус 20% можно поменять любую технику, даже бытовую. А на сайте Днепроэм проходит викторина, где можно выиграть 100 бонусов. Ссылка на сайт магазина Днепроэм в описании видео. Напомню, что на станцию Лисичанск я приехал поездом номер 270 из Одессы. Сюжет можно посмотреть по ссылке на экране. На вокзале я был в половине четвертого, а дизель-поезд отправляется в 19 часов 40 минут. Схема моего маршрута выглядит следующим образом. Лисичанск-Попасно-Я, затем пересадка на поезд Попасно-Северск, и еще одна пересадка на электричку до станции Бахмут. Всего 102 километра. Время в пути 3 часа 54 минуты. Но на самом деле такой тур займет около 9 часов, поскольку мне придется провести в Попасной 5 часов в ожидании поезда до Северска. Пригородный поезд Сватова-Попасная прибыл на станцию Лисичанск почти вовремя. Это хорошо знакомый венгерский Д1. Многие говорят, что такой техники место в музее, но тем не менее эти машины еще работают и даже ездят своим ходом. Сейчас мы отправляемся в сторону Лоскутовки. Поезд будет постепенно подниматься на возвышенность, объезжая город. В этих краях рельеф местности довольно специфический. Например, перепад высоты между Лисичанском и Попасной составляет 100 метров, то есть железная дорога постепенно поднимается вверх. И, конечно, всю дорогу нас сопровождают красивые пейзажи. Расстояние в 34 километра поезд должен пройти по графику за 1 час 22 минуты. Однако из-за ограничения скорости по некоторым перегонам в конечный пункт мы прибыли позже почти на 20 минут. До станции Попасная также ходит один поезд дальнего следования Киев-Попасная. Кстати, он как раз ехал нам навстречу по перегону Лоскутовка-Переездная. Следующий поезд, который мне нужен для того, чтобы продолжить поездку к местному означению, а именно в Бахмут, отправляется ночью в 3 часа 44 минуты. Маршрут поезда Попасная-Северск. Под покровом ночи к островной платформе подают на посадку плацкартный вагон. Собственно говоря, это и есть пригородный поезд. Захожу внутрь, чтобы выбрать место. Свет в вагоне не горит, по всей видимости, не заряжены аккумуляторы. Поэтому приходится включать свой фонарик. Свободных мест в вагоне предостаточно, поскольку большая часть пассажиров будут подсаживаться по дороге. Впереди 34 километра и 1 час 44 минуты в пути. В 3.44 тепловоз ЧМЭ-3 оповещает тифоном об отправлении. В окне медленно проплывает здание вокзала и фонари. И через 6 минут следующая остановка на станции Попасная-2. Здание вокзала заколочено и не функционирует с 1996 года. Станция располагается возле жилого массива с многоэтажной застройкой. Здесь и людей больше на перроне. Правда, ждут они другой поезд, который следует в Сватово. Дизель-поезд отправляется через 15 минут следом за нами. И снова ночной пейзаж. Мелькают фонари, силуэты деревьев и домов. Следующая остановка на станции Камышеваха. Можно сказать, что это узловая станция, поскольку сюда примыкает еще одна ветка, по которой мы и поедем до Северска. Несмотря на то, что на часах только 4 утра, небо озаряет солнечный свет. Такова особенность востока Украины, где рассвет приходит очень рано и солнце садится тоже рано. Однопутная железнодорожная линия Камышеваха-Северск проложена по живописной местности и здесь даже можно устраивать панорамные туры. С высокой насыпи видны долины рек, балки, вычурные узоры, сотканные из полей и деревьев. Пока я наблюдал за природой, по ходу движения с левой стороны появилась электрифицированная линия, ведущая в сторону Бахмута. Она примыкает к станции Северск. Здесь конечная остановка у поезда, прибывшего из Попасной. Тепловоз отправляется на маневры, обгоняет по смежному пути вагон и цепляется с другой стороны. В 6.40 этот мини-поезд поедет в обратный путь. В Северске мне нужно дождаться электричку Лиман-Курдюмовка. Через 15 минут она появилась на горизонте и это будет последний отрезок пути до Бахмута. По времени ехать осталось 50 минут. Электропоезд Р2Т-7112 в конце 2020 года прошел капитально-восстановительный ремонт. В основном работает на маршруте Константиновка-Харьков. Около половины седьмого утра электричка прибыла в Бахмут. Станция находится на ветке, ведущей до Горловки. Однако движение поездов разрешено только до Курдюмовки. Дальше располагается зона разграничения. Сегодня из Бахмута курсируют в основном электрички до Лимана и по определенным дням ходит пассажирский поезд Львов-Бахмут. Ну и также большое спасибо зрителям, кто присылал свои сообщения с рекомендациями по съемкам интересных пригородных маршрутов. Напомню, что свои сообщения вы можете присылать по контактам, которые есть в описании видео. Ну и также обращаюсь ко всем зрителям с просьбой поддержать канал Железной Магистрали. Это можно сделать разным способом. оставить комментарий, лайк или сделать репост сюжетов в соцсетях. И обращаюсь к зрителям, кто смотрит видео без подписки. Нажимайте кнопку подписаться, тем и также поможете в продвижении и развитии данного канала. Желаю всем приятных путешествий по железной дороге и увидимся в следующих обзорах.